22 июня в России – День памяти и скорби. Памятная дата начала Великой Отечественной войны. В этот день, летом 1941 года, началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Об этой дате в истории Калпашевского района нам рассказал научный сотрудник Калпашевского краеведческого музея Александр Помыткин. Они услышали это по Москве 12 часов, но у нас это где-то часа 4 было по времени. После этого вечером в 10 часов был организован митинг на стадионе «Спартак». Вот здесь он представлен на фотографии. Сам стадион у нас сохранился, правда ракушки нет. Стадион напротив находится. Была вынесена резолюция на этом митинге, что враг будет разбит, победа будет за нами. Но эти все слова все прекрасно знают. И после митинга началась запись добровольцев, которые отправлялись в военкомат, который находился недалеко от стадиона, буквально через забор. Все фамилии первых добровольцев краеведам неизвестны. Однако в июне 41-го в числе добровольцев на фронт отправился Петр Еремеевич Галищихин. Он был первым нарымским депутатом Верховного Совета СССР. То есть он в 37-м, по-моему, году избрался. Армию он уже отслужил. То есть он пошел добровольцем. Не с первой попытки, но он добровольцем попал на фронт в 41-м году. К сожалению, в 43-м году он погиб под Старой Руссой. К 22 июня 1941 года имеет отношение еще один экспонат музея, датированный 23 июня, выпуск местной газеты «Советский Север». Здесь размещено обращение Молотова, которое прозвучало по радио 22-го, и указ о мобилизации. Указ вступил в силу с 23-го. Тоже данных у нас не особо много, кто именно в конце июня записался. По мобилизации ушел, но есть у нас один человек, который ушел в июле. Речь идет о Константине Антиповиче Плесовских. Полный кавалер Ордена Славы был мобилизован в июне 1941 года. Воевал в Прибалтике, Крыму, штурмовал Кёнигсберг. И в апреле 1945 года получил ранение и был демобилизован, пройдя всю Великую Отечественную войну. Всего у нас жителей ушло на фронт 10 343 человека. Из них около половины так и не вернулись с фронта. Имена их у нас на мемориальном комплексе есть. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. Ее жертвами стали более 27 миллионов человек. Каждый год 22 июня по всей стране проходят памятные мероприятия и траурные митинги у мемориалов и памятников павшим в войне солдатам. Один из них состоялся в этот день в Колпашеве у памятника воину-освободителю. В нем приняли участие районные и городские власти, школьники, студенты и их преподаватели. С площади звучала музыка с военными песнями, слова и стихи о ходе войны и потерях советского народа. Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Указом президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, объявлен днем памяти и скорби. Память погибших присутствующие почтили минутой молчания. По традиции участники траурного митинга возложили цветы к памятнику. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Десятки тысяч семей лишились близких и любимых людей. Тысячи навсегда остались инвалидами. В общей сложности, включая солдат за всё это время трагических событий, погибло порядка 27 миллионов наших соотечественников. Десять миллионов солдат. Одной из традиций Дня памяти и скорби является акция «Свеча памяти». 22 июня свечи и лампады зажигают россияне у памятников и мемориалов. Зажгли свечи и колпашевцы у памятника воину-освободителю. Лампады также торжественно возложили у мемориального комплекса.